Всем здравствуйте! Это уроки английского языка со Светланой Куликовой. I welcome you to my English lessons. Добро пожаловать! Давайте заниматься английским вместе. Опять выражение с глаголом to be. Are you ready? Let's get started. Первым в этом списке у меня идет глагол to be right. To be right – это быть правым. I think you're right. Я думаю, ты прав. I'm right. Я права. To be right – быть правым. Потребляйтесь с глаголом be – быть. Потому что right – это правый. Это не глагол. Нужен глагол be. To be wrong – vice versa. Это наоборот. Ошибаться. В русском языке ошибаться – это глагол. Wrong – это не глагол ошибаться. Wrong – это не правый. Поэтому ему нужен вот этому слову глагол to be. I think you're wrong. Я думаю, ты ошибаешься. We shouldn't go there. Нам не следует туда идти. I'm not wrong. Я не ошибаюсь. To be wrong – ошибаться. С этим выражением очень часто говорят, например, такие предложения. What's wrong? Что не так? Что случилось? What's wrong with you? Что с тобой не так? Какая муха тебя укусила? What's wrong with you? Что с тобой не так? To be mistaken – очень похоже это выражение на вот это. Тоже ошибаться. I think you're seriously mistaken. Я думаю, ты серьезно ошибаешься. To be mistaken – не забывая про глагол be. Следующий на очереди. To be in. Where is mom? I think she's in. Где мама? Да я думаю, она дома. Я думаю, она на месте. To be in – быть на месте, быть внутри чего-то. То есть быть дома, быть на месте. Where is mom? I think she's in. Где мама? Думаю, она дома. Думаю, она здесь. Думаю, она на месте. To be out – vice versa. Наоборот. Быть не дома, не быть на месте. Where is Павел? He's out. Его нет. Где Павел? Его нет. To be ill – болеть. To be sick – тоже болеть. Эти выражения синонимичные, оба переводятся как «болеть». В русском языке у нас глагол «болеть». Ill – это больной. Sick – это тоже больной. Это прилагательные. Поэтому нужен этим словам глагол be. To be ill – быть больным. Мы говорим «я болею», они говорят «я есть больной». I am ill. My joke is ill – у меня болеет собака. To be sick – my cat is sick – у меня болеет кошка. В чем разница? To be ill – это скорее британский вариант, в то время как to be sick – это скорее американский вариант. Хотя в современном мире все перемешалось, кто где что употребляет. Может быть и в Британии вы услышите «I am sick, my cat is sick». Но в Британии еще вот это выражение имеет такое значение – «тошнить». Где тошнить, а где быть больным, вы опять-таки поймете по контексту. For example, например, Следующее выражение To be tired – это уставать. В русском глагол «tied» – это не глагол, ему нужен глагол be, вот этому слову. Опять-таки глагол be ему нужен. To be tired – уставать. Когда употребляется предлог from? Предлог from употребляется тогда, когда мы говорим, что мы устали от чего-то, мы что-то делали, мы что-то делали. И мы устали физически или умственно. Например, чего вы можете устать? От домашки, от уроков, от школы, от работы по дому. I'm tired from the housework. Я вот убиралась и вот устала от уборки. I'm tired from the housework. I'm tired of my… Не of пока, from. I'm tired from my English tasks. Я устала от заданий по-английскому. I'm tired from my English tasks. I'm tired from my homework. Я устала от домашки. To be tired – уставать. Если вы не говорите, от чего вы устали, вы просто говорите I'm tired. Когда употребляется предлог of? Вот это уже немножко другое значение. Это вы устали в смысле вам кто-то или что-то надоел. Надоело. Можете сказать I'm tired of that guy. Мне надоел этот человек. То есть вот живут прямо вот здесь вот. Это будет предлог of в таком значении. Что-то вам досаждает. To be tired of. Здесь вы буквально to be tired from – устали от чего-то физически, морально. To be tired of – что-то вам уже надоело. Какие-то, может быть, повторяющиеся действия или кто-то вот такой вот надоедливый. Что-то вам надоело, кто-то вам надоело. To be afraid – это бояться. То же самое to be scared. Эти выражения, они синонимы. To be afraid – бояться. To be scared – нужен глагол be, потому что afraid – это не бояться, это боящийся. Scared – также боящийся. Если вы говорите «я боюсь», вы говорите «I'm scared», «I'm afraid». Если вы говорите, что вы кого-то боитесь или чего-то, нужно прибавить предлог of. Для чего? Опять-таки для согласования. Если вы забудете прибавить предлог of, у вас получится «I'm afraid dogs». Что это? «Я боюсь собаки». А нужно «я боюсь собак». «I'm afraid of dogs» или «I'm scared of dogs». Если вы говорите, что я боюсь, of вам не нужен. «I'm scared». Если вы говорите, чего кого боитесь, of. Не забудьте. To be over – это заканчиваться. То есть что-то закончилось. Например, скоро я скажу «the lesson is over». Урок закончен. To be over – заканчиваться. To be sure – это быть уверенным. Например, я вас спрашиваю. I'm sure – вы уверены в этой чате. Yes, I'm sure. Да, я уверен. To be good at – хорошее выражение. To be good at – переводится как «преуспевать в чем-то». Я думаю, вы преуспеваете в изучении иностранных языков, изучении языков. И вы можете сказать «I'm good at languages». Мы с вами учим английский. Вы можете сказать «I'm good at English». То есть я преуспеваю в изучении английского языка. Например, спортсмен может сказать «I'm good at swimming». То есть я хороший пловец. Это, конечно, тут не очень будет красиво перевести «я преуспеваю в плавании». Так, никто не говорит по-русски. Наверное, мы переведем «я хороший пловец». I'm good at swimming. Преуспевать можно в чем угодно. Например, my brother is good at maths. Мой брат дружит с математикой. Моему брату хорошо дается математика. Выражение одно и то же. В русском языке два выражения «быть женатым», «быть замужем». В английском языке одно выражение «to be married» – это и «быть женатым», и «быть замужем». «I'm married», «ты женат» – это спрашивает девушку-мужчину, а мужчина спросит девушку «I'm married», «ты замужем». «To be single» – «быть не замужем», про девушку, или «быть не женатым», про мужчину. «I'm single», «я не замужем». Мужчина говорит «I'm single», «я не женат». И в конце сегодняшнего урока мы говорим про открытый, закрытый тип слога. Речь пойдет о букве «ю». Гласная буква «ю». В открытом типе слога эта буковка читается как в алфавите, как и всегда. Все гласные в открытом типе слога читаются как в алфавите. «Ю» – так она звучит в алфавите, так она будет звучать в словах, где она имеет положение, открытый тип слога. Первое слово – «music». «Мьюзик» – это открытый тип слога. Вот эта вот буковка «ю» – это открытый тип слога. Гласная, согласная, гласная. Как мы помним, согласная запирает гласную, но здесь у нас только один оборот. Согласная «с» заперла буковку «ю» лишь на один оборот. Хотя этого было бы достаточно. Но пришла «I» – гласные отпирают. Они приходят на выручку другим гласным. И вот эта вот гласная «I» отперла, освободила буковку «ю» и получился открытый тип слога. «Мьюзик» – это музыка. То же самое слово «чьюн» – мелодия. Буковка «ю» читается как в алфавите «ю». Гласная, согласная, гласная. «Н» закрыла и пришла на помощь, помощь открыла. «Чьюн» – мелодия. «Мьют» – это немой. Все то же самое. Гласная, согласная, гласная. «Т» закрыла и открыла. Пришла на помощь гласной «ю». Закрытый тип слога. Гласная «ю» читается уже не как «ю». «А» – краткий звук «А». В транскрипции этот звук вот так вот пишется. «Бас» – это автобус. Это закрытый тип слога. «С» закрыла букву «ю». Получился закрытый тип слога. Никакой гласной здесь нет, никакая гласная не пришла на помощь. Поэтому это закрытый тип слога. «Кап» – то же самое. «Чашка» – «кап». «Ю» читается как краткое «А». «Кап» – «чашка». «Пи» закрыла «ю». «Фан» – «веселье». «Фан» – «ю». Здесь у нас опять закрытый тип слога. «Ю» читается как «А». «Н» закрыла букву «ю». Вы смотрите уроки английского языка со Светланой Куликовой. Если вам понравилось это видео, если вы нашли для себя какую-то полезную информацию, пожалуйста, ставьте лайки. Мне будет весьма приятно. Если вы хотите узнать больше информации, подписывайтесь на мой канал. Там вы найдете больше видео. Бай-бай.